Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить модели автомобиля ГАЗ-2402 Волга Эскорт, которая производилась с 1980 года на заводе Тантал и до 1991 года на заводе Радон. После 1991 года модель производилась на предприятиях Агат, Инкотекс и Массар. Данная модель была копией на реальный советский автомобиль ГАЗ-2402 специальной модификации Эскорт. Он представлял собой мобильный пункт сопровождения самолетов для оперативного управления их движением на аэродроме и был разработан на московском опытном заводе номер 408 ГА. Автомобиль оснащался радиостанциями, проблесковым маячком и информационным плафоном на крыше. Масштабная модель ГАЗ-2402 Эскорт сделана из металла и открывающимися частями у нее являются все двери, капот и багажник. Конструкция дверей сделана таким образом, что задние двери не откроются без открытия передних. Информация об этом имеется даже на коробке. В некотором плане эта модель является уникальной, так как на момент ее выпуска это была первая модель с плафоном на крыше, с внешними антеннами и первая Волга с внешними зеркалами и дворниками. Дворники вставляются в специальные отверстия на корпусе и они являются съемными. В багажном отсеке были установлены дополнительные детали, которые имитировали радиостанцию. Модели был присвоен каталожный номер А-23. Также на самых ранних моделях возможна установка дна с номером А-13. Еще одним фактом, который делает эту Волгу уникальной является то, что впервые среди всех саратовских моделей только для этой был разработан набор Собери Сам, который выпускался до 1922 года. Этот набор представлял собой конструктор, в котором модель была разобрана до мельчайших деталей. На сегодняшний день этот набор в первозданном виде является очень редким, а может и не существующим, так как вряд ли владелец хоть раз не попытался его собрать. Самые ранние, возможно, предсерийные модели ГАЗ-2402 Эскорт имели антенны на задних стойках крыши. Найти оригинальную модель с таким артефактом очень сложно, и потому любители конверсии эти антенны приделывают на модель самостоятельно. Также есть вероятность, что антеннами комплектовались наборы Сделай Сам, и потому часть моделей с антеннами может исходить из этих наборов. Модели 1981 года могут комплектоваться белым днищем, а также, возможно, установка днища с каталожным номером А13 от стандартного универсала ГАЗ-2402 Волга. Первые модели производились с декалями по бокам, а надпись «Следуйте за мной» на заднем стекле могла быть нанесена не только белым, но и синим цветом. Возможно, были и другие цвета. Декаль могла быть текстурная и гладкая. Декальные модели внешне легко сразу отличить по форме полосы на задней двери. Она состоит из двух частей, в то время как на тампованных моделях она цельная. Наличие колес из серого полупрозрачного материала, так называемого капрона, также является характерной особенностью модели раннего периода. На днище присутствуют надписи, сделанные в СССР, масштаб 1,43 и номер А23 или А13. Надпись названия «Волга-2402» находится в единой плоскости, то есть не было для модификации 02 отдельной прямоугольной площадки, которая появилась позже для унификации донышек. Зеркало заднего вида на лобовом стекле было с имитацией держателя. Некоторое время зеркало выпускалось более широким по сравнению с более поздними периодами. Поворотники на передних крыльях в ранних моделях не подкрашивались. На границе 1922-1983 годов на днище появляется дополнительная надпись «Made in U.S.S.A». Полосы на модели начинают наносить тампованные и происходит изменение формы деталей дворников. Модели почти всего номерного периода отличались наличием капота без так называемой кромки с внутренней его части. Двери крепятся к днищу через специальное отверстие на нем. Воздушный фильтр на модели выполнен отдельной деталью и он хормируется. Примерно в 1984-1985 году, пока номер еще не пропал, за передним мостом появились ребра жесткости. Шов на внешней стороне покрышек находится ближе к краю. Поворотники на передних крыльях начинают подкрашивать красной краской. В 1925-1986 году шов на внешней стороне покрышек смещается к середине. А в 1926-1987 годах происходит более значительное изменение. На днище пропадает номер А23, с днища исчезают отверстия для крепления дверей. Сами двери начинают вставляться в отверстия пластикового салона. Также происходит изменение шрифта на днище, он становится немного крупнее. На днище могло не быть надписи Made in USSA и номера А23, но надпись сделана в СССР присутствовала. Также могло существовать переходное днище с отверстиями для дверей, но без каталожного номера. Воздушный фильтр на модели устанавливался уже не хромированный. В конце 80-х годов происходит изменение с лобовым стеклом. На зеркале пропадает имитация держателя, а также пропадает имитация дворников на стекле. Первые диски с цельным колпаком на Волгах начали ставиться с 1988-1979 года. Также в конце 80-х и начале 90-х годов стали появляться эти Волги в других цветах, например в синем. Цвет пластиковых деталей мог быть из разноцветной пластмассы. С середины 80-х по начало 90-х годов модель выпускалась на Горьковском автозаводе, о чем свидетельствуют вкладыши в коробках. После 1991 года и до конца производства в 2012 году модель изменялась не в лучшую сторону. Модель стала появляться в несколько других цветах и крыша не красилась в красный цвет. Хромирование деталей становится значительно хуже и хромироваться уже могут не все детали, которые были ранее в хроме. Нищие могло быть как пластиковым, так и металлическим черного цвета. Диски колес были цельными хромированными, но был период, когда их опять делали белыми с колпаками. Однако из-за плохого качества пластика диски плавились. Салон был чаще черным, но встречались и другие цвета, например синий, красный, коричневый. Капот имел выступ кромку с передней внутренней части капота для уменьшения щели между кузовом. На днище исчезает маркировка 02 в квадратном поле и днище делают универсальным для всех моделей ГАЗ-24. Поворотники на передних крыльях становятся другой формы. Моя модель, судя по перечисленным особенностям, в штампе на коробке произведена в 1988 году. Эта Волга уже без номера на днище, хромирование еще качественное, шов на колесах смещен в середину. Эту модель подарили мне в детстве родители, и она для меня еще более ценна из-за этого. Коробка на эту модель была разработана индивидуально. В начале производства коробка была с изображением самолета Ту-144, а затем с самолетом Ил-86, и так до конца производства. Однако известно, что короткий период в середине 80-х коробка снова производилась с изображением Ту-144. На сегодняшний день коробка с изображением Ту-144, а также коробка от набора «Сделай сам» очень ценится у коллекционеров и стоит дорого. Цена на модель ГАЗ-2402 «Эскорт» даже в советское время была одной из самых высоких, а сейчас она с каждым ГОЗом становится только выше. Все указанные мною цены являются приблизительными на момент выхода этого обзора и могут изменяться с течением времени как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от спроса. Я ориентируюсь на цены с точки зрения их реальной стоимости и последних торгов на аукционах. На лоты с высокими ценами, которые висят годами в продаже, думаю, не стоит ориентироваться. Модель в хорошем состоянии советского периода, выпуска по цене может стартовать от 20-30 долларов. Цена на самые ранние номерные модели с декалями, с белым нищим и коробкой с изображением Ту-144 может доходить до 200-300 долларов. Непредсказуема цена на набор сделай сам, особенно если он будет в исходном состоянии, то есть ни разу не собирался. Думаю, до 1000 долларов может дойти торг за него. Всем спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и делиться своими историями и впечатлениями об этой модели. Всем добра и мира и до новых встреч на моем канале.